МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Уборочная на финишной промой. Аграрем региона застаётся убрать каля 15% площадь. Клич Палесся, аграрадок Ляскавичи, рыхтуется пронять у дельника у 9-го международного фестивалю. Мядовый спас. Сёння перший день Успенского поста. 17 годов у эфиры. Сёння свой день на роджение, отзначая самая буйная и популярная радиостанция в области Гомель-ФМ. А зараз об гэтым иншим больш подрабязна. По оперативных дадзіных на сёнешнюю раніцу у господарках региона убрана каля 85% у площадь зерневых. Намалочена 516 тысяч тонн хлеба. Ближай за усіх до завершения уборочной хлеборобы Хойницкого района. Усяго у Гомельской в области засталося опрацаваць 40 тысяч гектаров, адведзіныя падзерневая. Лідерства па ураджайнасті утрымлюваюць Речицкі, Житковицкі, Добуржскі і Будакашаляускі районы. Там з гектара отрымліваюць от 23 до 26 центнерів зерня. Макчыма ўжо заутра у регіоні завершаць цераблення лёну. А на приканці тыдня плануєць пачаць масавую уборку кукурузы, як на зерня, так і на силас. Сёння королеву палёв збіраюць выбарачна. Ёю на територію Гомельщини засеяна площа у 306 тысяч гектаров. Планируємо, що мінімум 70 тисяч гектар буде убрано на зерно. Около 500 тисяч тонн кукурузи в бункерному весі в області должно бути намолочено. Це дуже високий об'юм планируємо, але кукуруза є. Я думаю, що обеспеченне животноводство буде полутрогоднішним запасом кормов зашід кукурузи. Ось посіли багато люцерну, щоб компенсувати недобор білка. Сёння так само пераглядаються планы по будучей посявной кампанії. Не глядячи на перашкоды на двор'я, найбольшую ураджайність у регіоні, сьо літа показала азімая жита – 26 центнероз гектара. На ягой будуть зроблены ставки. Под культуру разом з азімами на зелёный корм плануються 200 каля 500 тисяч гектаров. Гоноровые грамоты, падякі, нагрудные знаки і велосіпеды. Сёння в рамках айпротывной нарады Следчого комітета Пагомельской області узнагородзіли лєвших супрацівнікаў. З гєроями у пагонах познайоміліся наші коррэспандэнты. Той дзень, слєдші Ксенія Мельнікова і зараз узгадвае с хваляванням. 24 липеня гэтага года яна убачила на балконе сусідніха дома 4-гадову дзявчинку. Потім станівя дома. Малая засталася дома одна. Нячаха спужалася і вышла на балкон, каб пазвать брата, які знаходзіўся на вулиці. Причім робіла гэта настолькі небезпечна, што ў лябый момант могла вываліцца з 9-го паверха. Ксенія Мельнікова, яка зараз знаходзіцца ў декретным відпуску, попросіла маті потелефанаваць выратавальнікам. А сама разом з малінькай дачкою пачала розмовляць з дзявчинкай. Па сутнасті, яна на ней кіча стала психологам і, можна сказаць, выратавала життё малінькага чалавека. Говорю, слізь с окошка, нельзя так накланяться, потому шо она кричала, вниз смотрела, а стояла на стульчикі по пояс, получается. Ну, страшно було, какой-то неосторожный шаг, може ты полетець вниз. Я їй говорила, слізь, махала, істерика у дзвачки была. Па мене вже взяла дочку, вже начала їй махати, говорю, смотри, вот ляля, не бойся. Ну, она начала отвлекаться, но все ж плакала сильно. Гаэтай сім'єю зараз займаецца інспекція по справах неполналетніх. А Ксенію Мельнікову сёння запросіли ва управління слідчого комітету Республіки Беларусь Пагомельськай в області. Для таго, каб я ще раз подякаваць і уручыць подарунок. Гэта дзень для шмат яких супрацовніков СК у Вогулі запомніться надоўга. Ганаровые граматы, падзяки, нагрудные знаки слідчого комітета за заслуги тым, кого можна назвать саправдным професіаналам. Причым, толькі узнагароджуваннім офіційными адзнаками на гэта раз не обмежаваліся. Беларускі веласіпеды бусіл цяпер таксама меры за охвачування супрацовніков областного управління. Притым, што трапець улік лепшых на гомешчыні зараз можна не толькі за раскрыцё резонансных кримінальніх справ. Недавна, наприклад, тут ушановували маці, супрацовніцу слідчого комітета, якая нарадзіла 5 сынов. У гэта ж спісму га трапець і супрацовнікі, які займаюцца навуковай дзейнастю. По усіляким разі зараз у комітеті рыхтуюцца да проведзення буйной навуковой конферэнціи. Мы будем проводить 20 сентября научно-прочиску конферэнцію, на каторую представителі вже зареєстріровано більше ста челавек. З различних не толька с нашого государства, но і іностранних государств. І не постсоветського пространства, але і со стороны Європы. Олег Сенцюров, Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадоя компанія «Гомель». Аграгородок Ляскавіць рыхтуець прыняць у дзельнікаў 9-го міжнародного фестивалю «Клич Палесіа». Як чыкаецца, сё літа ён стане самым масовым за увесь час яго правядзення. Олег Сенцюров наведаў Петрыковскі район. Аграгородок Ляскавіць не зусем звычайны. І не толькі тому, што тут чыста, прыгожа і ўтульна. Сё літа ў 9-й раз ў Ляскавіць, пасуднаці невеіме великі вёсы, пройдзе міжнародный фестиваль «Клич Палесіа». А налагу ў Беларусі бош нема. Першая ўражыня ад наведування Ляскавіцьў, тешчыня і невеликая колькість людзей на улицах ў администрація Национального парка Припецкі, якая размещена ў аграгородку. Такую немногалюднаць, то мачыць просто, місцовые жахары, занятые на праце, працавітоць ў Вогулі, адна з основных рысу Палешуков. У экспозиціях адзінага ў своём родзі музея природы, побыт і основные заняткі місцового насеўнства ў 19-м сагодзі. Полівання, рыбородство, землеробство, сказство, кавальська справа, життё сирот болот лёгким не було ніколі, але лечить працку сучасных Палешуков богом забытыми людзьми – явная помылка. Наличие водной артерії большой, оно давало большие преимущества жителям Палесія в экономическом развитии. С одной стороны, это рыба, с другой стороны, это водные пути. Разомцем особливости життя Палешуков дозволили им заховать шмат які архаичные рысы у матеріальной і духовной культуры, мови і самосвідомости. Што яшчай раз потвердюв фестиваль этнокультурных традицій Клич Палесія. Зараз у Лясківчих рыхтується принять ўжо девятый Палекуфорум. У гэтай дні удакладняється программа і спис творчих колективів, які выступять на святі. Вераходна организаторы пакінуть ў программе такія проверяна часом мероприємства, як кермаш Палескі хромёствув, конкурсы національних страв і оригінальних падворків. Их будавніство пачнеться ближай до открытя фестивалю. Місто його проведення застається неазменним. Набережне у Лясківчих, а ось колькість удзінюків у гэтом гуді повинна повеличиться. Починали, перший було 10 тисяч, перший не було 30 тисяч. Я думаю, що буде в цьому гаду не менше. Судя по тому, які йдуть званки телефонні і так далі, і в інтернете, яка йдет вокруг цього ажіотаж. Тому людей буде намного більше, однозначно. Ну і я хочу сказати, що стало намного більше організацій народних, творчістких колективів, які хочуть попасть і представити себе. І це не тільки касається Білорусі. Це і Росія, це і Литва, і Польща і так далі, і так далі. Олексій Нціров, Валерій Гапанько, телераду компанію Гомінь, Петергівський район. Прадійнаць національного парка Припятські завтра подзі розмову у програмі «Діалог». Гостім студы стане начальніка діла аховы природних комплексів, лісокрістання і палявнічі господаркі Нацпарка Припятські Мікалай Бамбіза. Глядіці «Діалогу» у прамым ефірі на телеканалі «Біларусь4» завтра у 19.01.20 хвілін. Нумар телефона у студії – 34-2043, нумар вайбера – 340-043-3. Гомінь Аблі Пасажір Транс розвіває інтернет-сервісы для пасажіраў. Так, на сайті прадприємства з'явіўся динамічны анлайн-расклад руху громадськага транспарту. Ресурс забязпечаны інтерактивной картай. Калі поведаміць яму свае місцезнаходжання, і он падкаже ближайшія припынкі і час прабыття до їх транспарту. Так сама пасажіры ў режимі реальнага часу могуць сачыць за тым, дзе знаходзіцца необходны ім сродак перамяшчэння. Сервіс улічывая і дарожныя умовы, і запланованы час руху. Картінка абнавляецца прыкладна разу 10 секунд. А крамя таго можна палічыць, колькі ўсяго адзіна к транспарту, абслуговываюць вашу лінію. У перспіктыві будзе вырашэна задача прокладання аптымальнага маршруту з улікам ўсяго громадскага транспарту з пункта А ў пункт Б. Інтерфейс дозваляяя выбраць розныя населіныя пункты в області з раскладам ў тымліку прыгарадных аутобусаў. На някаторых прыпынках зявіліся спіціяльныя табло, привязаная до гэтай сеткі, які зробліны з допамогай інновацій і капіталу приватнаха бізнесу. Для трымання інформація абсупрацовністві ў гэтым на прамку звертайціся ў адзел арганізаціі руху па нумары тэліфона 23 87 43. Сёня ў праваславных вернікаў распачаўся ўспенскі пост, які працягнецца два тыдні. Першыя гудзень ў народзі называюць мядовым спасам. Усі храмы з гэтай нагоды праводзять ўрачыстыя богослужэнні. Гэтам ў святу надаецца вялікая духовная значэння, яно мая даўнія традицыі, які перадаюцца з пакаленні ў пакаленні. На мядовы спасы людзі несуць ў храмы для свячэння мёды ваду. Дарэчы, ўспенскі посты з'являцца адным з самых строгіх, і хаворка не толькі абхарчаванні. Гэта свая сапліва этап ў падрыхтовцы душы і тела верніка да вельмі значнага свята ўспенні прасвятой Богородзіцы, якое адзначаецца 28 жніўня. Нагадаем, 19 жніўня праваславныя сустрэнуць яблэчны спас, а 29 жніўня – арэхавы. Пост – это не толька время, когда мы ограничуў себя в какой-то гастрономії, но, в первуючай, это время, когда мы останавливаем некий ход времени для себя, обычных дел, каких-то мерзких суетных дел, и стараемся в эти дни задумацца о чём-то очень важном. И хотелось бы, конечно, чтобы Успенский пост мы прошли достойно и взяли для себя какое-то, может быть, даже определенное занятие. Попробовать в этом посту прочесть, допустим, хорошую духовную книгу. И не только соблюсти гастрономическую часть поста, а ещё что-то приобрести, очень важное и ценное для нашей души. Сегодня свой 17-й день народження означает самая буйная, вядомая и популярная радиостанция в області – Гомель-ФМ, якая вяшчая на частоте 101,3 ФМ. Гомель-ФМ – динамичная, яркая и позитивная радио, якое отпавядае усім потребованиям сучаснага слухача. Творчая команда кожный день стварае приемный настрой и дорыць радость же харам региона. На хвалях Гомель-ФМ только самые свежые хиты, айчынной и замежной музыки. Апошние новинки политичного, экономичного, культурного и спортивного життя краины и света. Интерактивы, а так само разнастайные, цікавые проекты. Сярод самых вядомых – кинотрейлер, несокретные материалы, гуль нерозуму, лёгкая подорожжа, зорная кухня. Сегодня 14 августа радиостанция Гомель-ФМ исполняет 17 лет. Мы празднуем день рождения, но в эфире все мероприятия будут проходить 17 числа в пятницу. Нам показалось, что 17 лет надо праздновать именно 17 числа. Тем более пятница – хороший летний день. Не знаю, как мы будем праздновать 18 лет, но могу сказать, что 17 августа в пятницу приходите на центральный пляж нашего города. Мы устроим холли-фест, фестиваль красок. Будет очень круто. Сыграет один из лучших диджеев нашего города. Мы потанцуем. Свой летний сет потанцуем. Мы вместе разыграем призы и подарки. Ну и к тому же ко всему не обойдется без эфирных акций. Утром 17 числа вот конкретно этот человек появится в пижаме. Я, кстати, тоже. Не один я, да. Я надеюсь, что коллеги поддержат. У нас пижамное утро на Гомель-ФМ. Мы будем делать зарядку, мы будем завтракать, приглашать гостей. И даже показ настоящих красивых пижам здесь соорудим в студии радио Гомель-ФМ. Включим трансляцию обязательно. Можно будет в ВК смотреть все в прямом эфире. Да, поэтому надевайте свои лучшие пижамы и в 8 часов утра подключайтесь. Присоединяйтесь к нам. Доброчинный марафон у Сефарбы життя для тебе протягивает допомагать деткам, яким потребуется дорогое лечение. На этот раз волонтеры БРСМ припатрымцы артиста у белорусской эстрады допомогут 5-годовому Тимуру Мишчанку Сажлобина. У хлопчика детячий церебральный паралич. Спастичный тетропарез третьей ступени с выявленными рухальными порушениями и затримкой психомоуного развития. Детяте потребуется дорогая реабилитация у Сочи, которую батькам не по силах оплатить. Допомогчи им погодилися зорки белорусской эстрады, среди которых Вольга Сатюк, Дмитрий Королёв, группы «Бай Сити», «Провокация», «Мята» и другие. Доброчинный концерт пройдет 23-го жни у него 18-1-30 хвилин у Палацы культуры и металлургов в Жлобине. Усе сродки от проведения концерта будут пераличены на доброчинный рахунок маленького Тимура. Цель – это наше привлечь внимание к этому ребенку. Он уже прошел две стадии реабилитации, ему осталось последнее. Эти две дали достаточно серьезный результат. И мы надеемся, что третья, которую он планирует в 2019 году, поможет ему выздороветь. На самом деле для третьей стадии реабилитации необходимо всего лишь 6,5 тысяч долларов. Все мы знаем, что это относительно небольшая сумма. Просто для примера, в те годы мы собирали деньги для детей, которым надо было по 80 тысяч долларов, по 100. Здесь всего лишь 6,5. Все краски жизни для тебя реализуются союзом молодежи с 2009 года. И уже более десятка ребят уже получили помощь. И помощь это была та, которая им помогла. Они уже выздоровели, можно долго перечислять фамилии. В основном мы стараемся не какие-то учреждения выбирать, а конкретных ребят. До речи перелечить сроки налячения хлопчика может любой жадающий у любой час. Реквизиты вы зараз бачите на своих экранах. У Российским Центры науки и культуры у Гомеля открылась выстава под назвой «Натхнение». Экспозицию складают творчие работы наученцев Гомельского державного Мастацкого колледжа. Тут представлены креативные ауторские композиции талиновитых молодых людей, которые научаются по специальностях дизайн графичный и живопись. Мастацкие полотны выполнены в разных техниках. Акварель, гуашь, паперовая пластика. Они отразливаются оригинальностью и вытонченностью выполнения. У творчих работах адлюстрована пригожость и шматгранность новокольного природного света. Выставы Гомельского державного Мастацкого колледжа у Российским Центры науки и культуры у Гомеля уже стали по-соправдному доброй традицией и знаковыми подеями для зналца у Мастацтва. Проект «Дороть махчимость» открыть новые имена сирот талиновитых и амбицийных молодых наученцев, а так само познаемиться с выдатными работами с фондом колледжа. Мы сейчас еще к чему-то большому придем, потому что у нас сейчас вызревают на уровне Гомеля. Мы разговариваем, чтобы общественную жизнь немножко, так сказать, культурную активизировать. Сейчас все из выпусков выйдут, этим займемся, как следует. А вот эта выставка, она представлена не так уж много картин, но они все разные, очень красивые и хорошие. Любая из этих картин украсить любую офис, любую квартиру, потому что они все высокопрофессиональные вещи сделали. ГТА так само иншие новини. Вы можете знайсти на нашем сайте у интернет по адресе www.cvrgomil.by. Далее у эфиры «Де-факто» и «Спартийный огляд». А я с вами развитываюсь. Всего доброго и до новых встреч у эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Очередное громкое дело о коррупции. В Светлогорске осужден первый зампред райисполкома. Его действия квалифицированы сразу по трем статьям. Хищение путем злоупотребления, получение взятки и превышение власти или служебных полномочий. По версии следствия, чиновник неоднократно приступал закон еще до назначения на руководящую должность в райисполкоме. Так, с 2014 по 2015 год, являясь директором сельхозпредприятия «Вежны», мужчина систематически совершал оттуда хищение имущества. Всего в ходе расследования установлено 16 эпизодов противоправной деятельности. Окончательно обвиняемому в назначенном наказании в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительных колониях в условиях усиленного режима, с лишением права заменивать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет, с конфискацией всего имущества, со штрафом в размере 300 базовых величин, что в денежном выражении составляет 7 350 рублей». Подвески, цепи и браслеты. Крупную партию ювелирных изделий весом более 6 килограммов на белорусской границе изъяли гомельские таможенники. Изделия перемещались в поезде сообщением «Санкт-Петербург-Киев», который следовал через пункт пропуска Терюха. При проведении таможенного досмотра одного из вагонов пассажирского поезда таможенники нашли черные пакеты, которые были размещены в межпотолочном пространстве купе. «Общая предварительная стоимость ювелирных изделий составила более 70 тысяч белорусских рублей. Гомельская таможня начала административный процесс по части 2 статьи 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях». Теперь о дорожной обстановке. По информации ГАИ, за прошедшие сутки удалось выявить 760 нарушений правил дорожного движения. Зарегистрировано 21 ДТП. Одно из них произошло в Лелическом районе. Там два брата взяли отчима покататься мотоцикл, выскочили навстречку и врезались в трактор. Авария произошла утром на закруглении лесной гравийки. Семь несовершеннолетние водители пассажир мотоцикла получили серьезные травмы и в тяжелом состоянии их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. 40-17 и 43-13. С двух уверенных побед женская команда гонбольного клуба Гомель начала серию предсезонных спаррингов. Под горячую руку подопечным Томма Жачатера попала Витебчанка. В межсезонье по заведенной традиции женская дружина Гомеля претерпела серьезные изменения. И главкому вновь предстоит проделать большую работу по строительству команды, которая сможет отобрать чемпионство БНТУ. Как мы уже рассказывали, покинул Гомель в полном составе балканский десант. Это сестра Акбаба и Теодора Здравкович, а также белорусские Яна Шубинок и Ольга Винокурова. Их призваны заменить сборницы Ирина Трезной, Екатерина Селицкая и Ирина Мокот, а также вернувшаяся в Гомель россиянка Юлия Голубева. Подтянул Томаш Чаттер в команду и двух молодых гомельчан на Калину Лукашову и Карину Компановскую. Самые серьезные изменения коснулись вратарской линии. Тут полное обновление. После окончания минувшего сезона оборонять рамку стало попросту некому. Валентина Кумпель в декрете. Лилия Бурдук завершила карьеру на Ольга Никитина, залечивая травму. И неизвестно, вернется ли она на площадку. Замену нашли в России. Дарина Шулега и Рената Каюмова. Приобретениями главком доволен. Пришла Силицкая Тризна. Это же сборница. Я рад, что тренируется у меня. Это первая очередь. Вторая очередь. Вернулась назад в Белоруссию. Немножко посмотрела, как там, в Европе. Очень рад, что вернулась Голубева. Копили два вратаря. Пока то, что я вижу, очень хорошая. Одна младая, она чуть-чуть постарше, опытная. И поэтому пока доволен с ним. Со стилем работы Томаша Чаттера и спецификой белорусского чемпионата из новичков знакомы на практике или понаслышке все, кроме галкиперов. Несмотря на это, адаптация проходит успешно. Я играла два года в Польше, поэтому мне очень знаком европейский подход. С тренером Томашем было вообще очень комфортно, потому что он, по крайней мере, открытый человек для общения в плане приезжих людей. Мне с ним очень комфортно, и команда очень тепло нас встретила, и меня, и Дарину Шулегу, поэтому нам все нравится. В ближайшие дни команда отправится в Польшу, где примет участие в товарищеском турнире. Эта поездка станет первой проверкой сил для обновленного коллектива. Команда из Белоруссии, Украины, России и Армении поборется за Кубок Дружбы. Международный турнир по мини-футболу пройдет на арене гомельского спорткомплекса «Локомотив» с 15 по 17 августа. Хозяева соревнований – гомельская команда «БЧ». Также участие примут дебютант российской суперлиги «Динамо» из Самары, чемпион Армении – ереванский «Лео» и пятая команда украинской экстралиги «Сокол» из Хмельницкого. Откроют турнирочным поединком «Сокол» и «Динамо». Матч начнется в 16.00. В 18.15 на паркет выйдут «БЧ» и «Лео». Расписание игр Кубка Дружбы сейчас на ваших экранах. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...